Обманутые дольщики недостроенного гаражного комплекса уже два года пытаются вернуть свои гаражи, либо деньги. Пишут во все инстанции, подают заявление в полицию, прокуратуру, изки в суды. Обивают пороги городской администрации, но решение проблемы до сих пор не найдено. Началась эта история еще в 2015 году, когда ООО «Ситиком» в лице Ермахмада Джонова стала активно привлекать народ к участию в долевом строительстве большого гаражного комплекса, расположенного в границах улиц Якутская-Арджинькидзе. Перспектива иметь хороший бетонный гараж недалеко от дома оказалась для жителей соседних улиц заманчивой. Десятки людей, в основном пенсионеры, понесли свои накопления в ООО «Ситиком». В марте 2016 года с ними были заключены договора на участие в долевом строительстве, который предусматривал передачу гаражных боксов в собственность после окончания постройки и сдачи объекта 30 июня 2016 года. Стоимость одного бокса 400 тысяч рублей. В сумме строители по подсчетам дольщиков собрали порядка 11,5 миллионов рублей. А в указанной сроке объект не был сдан. Строительная организация обанкротилась. Дольщики остались и без гаражей, и без денег. Мы стали искать этого застройщика в лице Джонова. Однако с нами работал Мирзо Абдурахмонов. Потом мы узнали, что он является совладельцем этого ООО «Ситикома». И нам сказали, что этот Мирзо уехал в Таджикистан и больше не приедет. В результате этого мы подали заявление в милицию о том, чтобы нашли его или решили нашу проблему, так как деньги уплачены, гражей нет. На заявление, поданное в полицию, дольщикам пришел ответ. В связи с тем, что Абдурахманов выехал за пределы Российской Федерации, найти его не предоставляется возможным. Возбуждение уголовного дела было отказано. Так и получается, что единственным связующим звеном в этом запутанном деле остается Ирмах Маджонов. Мы попытались связаться с ним, но безуспешно. Такая же ситуация по всем указанным в договоре телефонным номерам. Адрес организации «Ситиком» в договоре налевого участия и вовсе отсутствует. После этого мы написали заявление в прокуратуру. Там тоже ничего внятного нам не сказали. И вот это наше коллективное заявление отправили в милицию, приобщили к тому материалу, который мы писали ранее. По-тихому обанкротились, покинули пределы Российской Федерации, оставив людей без денег и без гаражей. На данный момент разбирательства продолжаются. Дольщики продолжают писать заявление во всей инстанции. Их 20 человек. И они будут бороться, потому что на их месте могут оказаться и другие, незащищенные законами люди. Они намерены дойти до конца и получить либо свои кровные деньги, либо гаражный бокс. А в это время ушлые застройщики оформляют документы на незавершенное строительство гаражных боксов. Закрадывается подозрение, что этот объект планируется продать повторно. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.